Двум журналистам, корреспондентам газеты «Тувинская правда» Викторией Лачугиной и телекомпании «Новый век» Чинчи Самбуга, в этом году выпал шанс представить Туву на форуме. Девушки были отобраны Общероссийским народным фронтом по представлению регионального отделения Союза журналистов. На протяжении пяти дней для молодых журналистов страны прошел образовательный форум «Таврида». В одноименный лагерь на Бакальской косе Республики Крым участники заехали 26 августа. Журналистов разделили на 16 групп или, как их называют сами участники, пятнашек. Небольшая экскурсия по достопримечательностям лагеря, завтрак и сразу же образовательная программа. Уже в ходе первого дня участники форума обсудили с представителями федеральных СМИ проблемы развития печатной прессы, телевидения, тренды социальных сетей и блогов. Но, собственно, чтобы я отметил и выделил, в 2017 году это выход из любительской трештения Ютьюба. Ютьюб все больше и больше превращается в контент производителя, а не в контент потребителя. Если раньше на Ютьюбе обычно ролики какие-то брались до телевизионного эфира, либо же в Ютьюб мы загружали свои телевизионные продукты, то сейчас Ютьюб сам по себе порождает очень много видеопродукта. «Таврида» немного напоминает детский летний лагерь, только преимущества отдаются образовательной программе. Уже на второй день форума региональных журналистов делят на профильные школы, в которые входят телешкола, печатные и интернет-СМИ. Спикеры на протяжении трех дней знакомили участников с основами федеральных средств массовой информации. Чтобы закрепить знания, была организована деловая игра. «Деловая игра – это самое яркое, что нас ожидало. Мы до последнего не знали, как это будет. За сутки мы получили карту города, жителей города, которые были такими активистами, нужно было с ними брать интервью, бороться с властью, с коррупцией. И когда вот началась эта игра сама, можно было оценить, насколько сильные собрались ребята из других регионов журналисты. Потому что в режиме нон-стоп нужно было с нуля создать медиахолдинг, раскрутить его, каждые 15 минут выдавать по 4 новости – это мемы, инфографика, статья, лонгриды». К моменту окончания смены в образовательной программе приняли участие почетные гости, среди которых журналист, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, ведущий новостей на телеканале «Россия-24» Роман Плюсов, специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Николай Соколов и другие. «Форум Таврида, во-первых, это огромная площадка обмена опытом, потому что там 300 журналистов со всех регионов страны. Также в рамках профессиональных школ, получается, я была в телешколе, было очень много нового. Допустим, Роман Плюсов, ведущий телеканала «Россия-24», рассказывал, как работать в прямом эфире. То есть, поступает любая информация, и эту любую информацию нужно выдать». 30 августа на Тавриде состоялось торжественное закрытие восьмой смены «Молодые журналисты», которая собрала 300 молодых людей из 85 регионов страны. Чинчи Самбугат, телекомпания «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова